Задаем правило для визуального выделения ячеек. Нас интересуют ячейки, в которых стандартизованные остатки больше 1,96. Итак, мы видим подсвеченные красным остатки. И делаем вывод, что для людей молодых свойственно не интересоваться политикой. Для людей пожилых, в 38 лет, свойственно интересоваться политикой. Потом эта тенденция с увеличением возраста становится все менее заметной. И так только для определенных возрастных категорий свойственно наличие связи. Не интересуются политикой, интересуются политикой. Для людей среднего возраста четкой закономерности нет. То есть для людей среднего возраста среди них есть те, которые интересуются политикой. И те, которые ею не интересуются. Соответственно, мы можем делать вывод, что именно здесь сосредоточены те 13-14% респондентов, для которых выявлена ранговая связь. Для остальных респондентов есть накладывание различных тенденций. Видимо, это надо выяснять. Люди среднего возраста. Кто-то на одном уровне интересуются политикой, кто-то на другом. Поэтому для людей среднего возраста связь не выявлена. Следующий вопрос. Связан ли возраст с нашей наиболее интересующей переменной, а именно участием в массовых акциях протеста законных? Та же опция. Меняем объясняемую переменную на участие в акциях. Зависимая переменная дихотомическая. То есть, строк говоря, она номинальная. Выширительно говоря, она к неприменимым методам, которая применима и к интервальным шкалам. Но пока что мы ограничимся интерпретацией ее как интервальной переменной. Поэтому в статистиках мы снимаем корреляции. Оставляем остатки по хи-квадрату. Запускаем. Опять же, табличка большая. Где лучше интерпретации? Опять же, переносим ее в Excel. И снова.